Культура подсолнечник Культура подсолнечник может проходить поле только по рекомендуемым срокам, это 7-10 лет. Если он проходит раньше, то накопленные заболевания проявляются очень в сильной степени. Мы видим развитие белой гнили в более ранней фазе, это в более поздней фазе. Здесь уже образование склеротциев идет, активно выделяются кислоты, которые разрушают растения. И в дальнейшем склеротциев будут дальше распространяться и заражать здоровые растения. То есть они будут заражать уже непосредственно корзинку. Для того, чтобы это не произошло, необходимо работать препаратом Amistar Gold в дозе 0,8-1 литр заблаговременно. То есть это по фазе звездочки. Тогда растение будет защищено около 40 дней от множества болезней, в том числе и от белой гнили. Amistar Gold, можно сказать, продукт, который необходимо планировать заранее. При плановом урожайности, плановом производстве подсолнечника, он является неотъемлемой частью при производстве семечки лузгового направления. В таких схемах используются две обработки фунгицидами, так как сорта, они в большей степени поражаются. И получить качественную семечку кондитерскую без фунгицидов практически невозможно. У нас есть опыт в хозяйстве, мы делали его. Это хозяйство Гефест Калманского района. Цифры можно будет увидеть. Разница была в опыте. На контроле 26 на Amistar Gold 1 литр 30 сантиметров с гектара. 4 сантиметров с гектара. Явного проявления болезней мы не наблюдали. Но за счет физиологического эффекта и сохранения чистого фона препарат сработал на повышение урожайности. Сложность заключается в принятии решения, когда нужно работать этим препаратом. Для мониторинга пассивов достаточно много времени уходит. У нас есть сейчас с этого года платформа Кропио. По каждому конкретному полю программа анализирует и в конечном счете принимается решение, нужно работать препаратом экономически целесообразно или нет. Коллеги, с помощью алгоритма, разработанного нашими техническими экспертами компанией Сингента, платформе Кропио мы можем выстроить систему оповещения для хозяйства о необходимости применения фунгицидов на посевах подсолнечника, причем для каждого конкретного поля. Давайте посмотрим, как это работает в системе. Для того, чтобы алгоритм действительно качественно мог просчитывать все риски, ему необходим значительный объем входящей информации о каждом поле. В первую очередь ему необходимо знать, что на этом поле действительно растет подсолнечник. Для этого всего лишь надо указать в технологических операциях дату посева и сорт или гибрид подсолнечника. Это важно, ведь разные сорта и гибриды имеют разную устойчивость к грибным заболеваниям. С момента указания даты сева и наименования гибрида, система сразу начнет анализировать это поле, используя накопленную информацию по осадкам в текущем году, как с даты посева, так и с начала года. Анализируется наличие влаги в почве в трех слоях на глубине 0,7 см, 7,28 и 28 м. Также в расчет берется сумма эффективных температур, как с начала года, так и с даты посева. Оценивается динамика развития поля по индексу INDIVI. Один из основных факторов, которые влияют на возможное заражение подсолнечника, это предшественник. В данном случае у нас в 2018 году на этом поле выращивался рапс, а это значит, что на этом массиве есть довольно высокий риск заражения склеротиниозом. Безусловно, при выдаче рекомендаций в расчет берется и прогноз по урожайности, который оценивает потенциал каждого поля. И как раз таки каждое это поле мы просматриваем в спектре INDIVI на детальных снимках, с целью понять, равномерно развивается это поле или нет. Ближе к нужной фазе мы выдаем хозяйству оповещение и рекомендацию со списком полей, на которых есть вероятность заражения заболеваниями и необходимость применения фунгицидов. Используйте цифровые агрономические сервисы компании Сингента, и вы будете на шаг впереди вместе с нами.